Привет всем храбрым и восхитительным тигрицам! И в сегодняшнем видео мы с вами узнаем, стоит ли инвестировать в адвент календари. Это вообще какая-то супер странная фраза, которую я прочитала недавно на западных сайтах. И вообще, кстати, если посмотреть всякие передачи, а сейчас реально есть всякие передачи про адвент календари на, например, британском телевидении, они там конкретно рассуждают про то, что вот этот адвент это такая супер инвестиция. Ну, в основном, конечно, речь идет о каких-то очень дорогих адвентах, типа как Скалд Бьюти, где мы там наполнение на 100 тысяч рублей нашли, заплатив 20 тысяч рублей. Или Лук Фантастик, где тоже была очень приличная цена, или Стайл Карен. Нет, не Стайл Карен, но Стайл Карен не было адвента, у ЕС Стайл был адвент, в котором тоже было прям очень даже приличное наполнение. Так вот, сегодня мы с вами будем рассуждать, стоит ли инвестировать в адвенты, а конкретно в два адвента. Это один из которых супер необычный и интересный, и знаете, что это за адвент? Это снова Локситан, но в этот раз это необычный Локситан, тот Локситан, которого у нас не было, и я думаю, что ни у кого такого нет. Хотя нет, его выпустили, у кого-то же он есть, все-таки кто-то его купил. В общем, это Локситан, адвент, который был выпущен к Рамадану, представляете? И второй адвент у нас не менее интересный, это вот такой вот замечательный адвент-календарь от французского бренда Нюкс. Прошу не путать с брендом Нюкс, потому что бренд Нюкс и Нюкс, они друг к другу никакого абсолютно отношения не имеют. Я вот этот бренд просто обожаю, и они выпускают мое любимое масло Продижкиос, но и на самом деле у них очень много другой классной косметики. В общем, сегодня мы с вами оба этих календарика откроем и узнаем, окупилась ли наша инвестиция. Давайте сначала поговорим про Рамадан. Рамадан это девятый месяц мусульманского календаря, это месяц поста, который заканчивается большим праздником, который называется Ураза Байрам. И этот месяц, он является лунным, точнее, мусульманский календарь является лунным, поэтому это не какой-то четкий месяц, который всегда приходится на одни и те же даты, он такой плавающий. И в этом, в 2020 году, он пришелся с 23 апреля по 23 мая. Ну, в общем-то, этот календарь такой немножечко уже старенький, у нас немножечко потрепанный, и был выпущен он исключительно для стран Ближнего Востока. Я его привезла из Дубая, представляете, вот такой вот красавчик, весла его в своей ручной кладе, и стоил он в Дубае 111 долларов. То есть, примерно по курсу сейчас это 8236 рублей, ну так, очень приблизительно. И здесь 30 окошек, в которых всякие интересные вещички на каждый месяц Рамадана. В общем, сегодня мы с вами проверим, насколько этот календарь для Ближнего Востока лучше тех календарей, которые Локситан обычно предлагает нам на Рождество. Итак, давайте открывать. Ой, как интересно, что-то необычное, да, какая-то экзотика. О, чек, о, чек, как нехорошо получилось. Так, все, открываем, и смотрите, он очень красиво действительно выглядит. Ой, ну как здорово, Локситан, конечно, в этом плане, знаете, такие молодцы в своем бизнесе, то есть, они действительно популярны на Ближнем Востоке. У них там много магазинов, даже в Дубае, например, и поэтому они так знают, вот где взять, где взять аудиторию. Итак, берем, открываем первый номер, и что же мы там найдем? И здесь мы находим, это вот такой вот спрей для подушки для хорошего сна. Мы с вами его уже находили, он с лавандой, ну, и я вообще люблю такие вещи, знаете, побрызгать себе подушечку перед сном. Я вообще люблю все, что улучшает сон, и поэтому я рада такой вещи, ну, хотя здесь всего 15 миллилитров. Дальше у нас второй номер. Вот, кстати, интересно, сколько будет полноразмерных версий, а сколько будет пробников. По размеру этого календаря вряд ли у нас вообще будут полноразмерные версии. Дальше мы находим гель, который превращается в пену. Вот такой мы тоже с вами уже находились, здесь 40 миллилитров. В третьем номере масло карите, и это ультра увлажняющий крем. В этот раз это у нас крем для тела, и здесь у нас 20 миллилитров. Четвертый номер. Снова эта же линейка, но в этот раз у нас крем для душа. Здесь всего 30 миллилитров. Ну, как-то, знаете, пока тоже у нас бутылочки-бутылочки такие какие-то, все маленькие. Ничего примечательного, что-то локситан, как всегда, да, свои выходки устраивает. Ничего необычного. Ну-ка, пятый номер, что-то там такое квадратное. И здесь у нас туалетная вода вербена. Ой, посмотрите-ка! Это, кстати, не так типично встречается, я не помню. По-моему, в этом году мы даже ее... Нет, мы нашли какую-то одну туалетную воду в самом дорогом календаре. То есть у них было два календаря, один побольше, один поменьше. И, по-моему, в дорогом она все-таки была. Дальше шестой номер. Ой, мне так нравится, что, знаете, такая экзотика. То есть что-то действительно прям необычное такое. И мне даже вот удовольствие какое-то особое доставляет, что я этот календарь купила в Дубае. Что я его привезла в своем чемодане. Ну, вообще как-то вот интересно так получилось. Дальше у нас... Ай, ай, крем для рук. Но не надо, не надо начинать эту историю снова. 10 миллилитров наш любимый размер. Кстати, удобно, на самом деле, вот такие вот кремы брать с собой в поездку. Или где-то в сумочке с собой носить. Или в кармашке с собой носить. Но все равно, при таком изобилии этих кремов, которые мы находим в этих адвентах, это уже перестает быть таким веселым. Дальше у нас снова крем для рук. Но нет, ну, Локситан не останавливается. Крем для рук с ароматом розы, который тоже у нас уже есть. Я даже не знаю, в скольких версиях. Следующее, восьмое окошко. Кстати, здесь вот такая вот замечательная, красивая лампа нарисована. И в восьмом окошке мы находим то, что, по-моему, еще не находили. И это их линейка, которая называется Акваратье, вроде это читается, не претендую на правильность произношения этого названия. И здесь восемь миллилитров увлажняющий крем для лица. Дальше девятый номер. Ну, где он? Где у нас девятый номер? А, вот он. Так, да что такое? Это разные вообще вещи? Да, здесь у нас молочко для тела. Давайте вот так их положим, чтобы увидеть, какие вообще номера у нас еще нужно открыть. Десятый номер. И в десятом номере. Ай, ну конечно же, ну конечно, это, а нет, это даже не масло для душа миндальное, это какое-то просто масло для кожи, тоже миндальное. Ну, в общем, вот такое вот масло. Такого у нас, насколько я помню, еще не было. То есть ассортимент немножко отличается. Насколько я поняла, на Ближнем Востоке Локситан слегка подешевле, чем у нас. То есть у нас такие цены очень даже приличные. И стоимость этого календаря я пересчитывала по ценам российским. Ну, чтобы нам примерно все-таки представлять. Так что интересно, что нас ждет в результате всего этого действия. Ну-ка, давайте посмотрим. И что у нас следующее? Это крем для ног. Знаете, вот эта вот вся, вот эта часть этого адвента, это какие-то мерзкие все кремы бесконечные, которые мы так часто с вами находим. Дальше двенадцатый номер. И в двенадцатом номере нас ожидает сыворотка и мартель. Мы с вами уже такую находили неоднократно. Следующий номер тринадцатый. В тринадцатом номере мы снова находим туалетную воду. И это туалетная вода, которая называется Нероли и Орхидея. У нас я такой вообще не видела. То есть, ну, наверное, она, естественно, продается в Локситане у нас. Но у нас в адвентах не было ее. Какой замечательный. Такой очень спокойный цветочный аромат. Просто вербену мы-то с вами уже находили. Поэтому мы знаем, как она пахнет. И, в общем, у нас только новинки. Только новинки мы будем с вами сегодня обонять. Мои замечательные восточные тигрицы. Так, у нас четырнадцатый номер. И, конечно же, здесь мы находим миндальное масло для душа, которое многие обожают. Но я его не люблю, потому что мне просто не нравится этот запах. Мне кажется, что он какой-то слишком интенсивный, слишком удушающий. Но у этой линейки огромное количество поклонников. Опять туалетная вода. Вы посмотрите-ка, богаче получается уже намного. Потому что в прошлый раз, напомню, да, была только одна туалетная вода. И это туалетная вода, которая называется Роза. Интересный аромат. Ну, такой, я бы не сказала, что это прям Роза-Роза. Но что-то похожее. Во всяком случае, он довольно приятный. Шестнадцатый номер. Да нет. Да ну, ну, что ж такое. Ну, ладно. Ладно, очередной крем для рук. И у нас их уже четыре. Но, по крайней мере, здесь 30 отделений, а не 24. Поэтому у нас соотношение будет немножко более щадящее. Так, это был номер шестнадцатый. Теперь номер семнадцатый. И потом будет восемнадцатый. Семнадцатый. Ну, в семнадцатом ничего интересного. Просто пять миллилитров вот такого вот крема для увлажнения лица. Который тоже сто раз уже с вами нашли. Снова крем, что ли? Ай, ну, что такое. Ну, снова крем. Я не удивлюсь, что в двадцать втором номере будет опять крем. И здесь у нас миндальный крем на этот раз. Так, это был восемнадцатый. Следующий номер девятнадцатый. Какой-то хоть побольше. Внушает, знаете, интерес какой-то. И здесь мы находим молочко для тела с ароматом цветов вишни. Следующий двадцатый. Кстати, интересно, что многие номера расположены прям рядом друг с другом. И в двадцатом номере, ну, даже такая прям большая бутылочка. Мне кажется, что вот в таком формате даже у них что-то продается. Это пятьдесят миллилитров. И это шампунь из линейки как раз миндаль. Так, следующее у нас должен быть номер двадцать первый. И вот он спрятался от нас. А вот и полторазмерная версия подъехала, представляете? И здесь полноразмерное мыло миндаль. Ну, оно такое вот маленькое. Здесь всего пятьдесят грамм. Обычно у мыла размер это сто грамм. Но все равно оно действительно продается в Локситане. Это был номер двадцать первый. И теперь у нас номер... Ах, нет, это двадцать седьмой. А где двадцать второй? Как вы могли заметить, у меня слегка тут новая система появилась. Но что-то пока она себя показывает не очень хорошо, не очень-то и удобно. Ах, ну вот, ну крем, конечно, найдем. Ну крем, ну крем, конечно, конечно, крем. И в этот раз это крем Вербена. Ну, всего у нас получается шесть кремов для рук. Локситан не придают свои принципы. Они следуют им просто до конца. Но я думаю, что мы, наверное, больше кремов не найдем. Как-то они так стратегически здесь уже расположились. А вот здесь, наверное, будет какая-то сыворотка просто здесь. Ну, логично, да, чтобы она была. Следующее, что мы находим в номере двадцать третьем, это гель для душа, также с ароматом Вербена. И двадцать четвертый номер мы вот здесь вот уже видели. И знаете, обычно двадцать четвертый номер, это вот самый последний, да, номер. Ну, или там двадцать пятый, в крайнем случае. И вы такие, ах, что же там будет? А здесь у нас, ну, как бы двадцать четвертый, двадцать четвертый. Потому что вот тридцатый, самый главный номер у нас будет. И в двадцать четвертом номере мы находим опять Вербену. И на этот раз это лосьон для тела. Или там молочко, да. Это лосьон для тела. Так, следующий номер это 25. Где он, где он? Знаете, в чем смысл этой системы? Во-первых, чтобы потом после того, как я все это соберу, мне легче было снять свочи по порядку для этого видео. А во-вторых, это для того, чтобы в процессе видео мы с вами еще могли сразу понять, какие номера мы уже открывали. И чтобы у нас здесь не было, ну так уж мы сидим там и по сто лет просто ищем какое-то окошко. Но система пока работает только, по-моему, наполовину. И дальше мы с вами находим вот такой вот гель тоже с ароматом цветков вишни. 26 номер. Ах, вот он, ах, вот он. Прям был под рукой. И что же у нас там? Я ставила, что здесь должна быть сыворотка. Но нет, ошибло здесь мыло. Что тоже, в принципе, достаточно логично, потому что у нас здесь мыло по соседству уже лежало. И это вот такое обычное мыло, которое мы постоянно находим в этих адвентах. Это листочек вербена. Вот такой вот маленький. Дальше номер 27. Я уже видела, где он. Он вот здесь. Здесь у нас этот крем Иммартель в очень маленьком формате. И это Иммартель Дивайн. И здесь, по-моему, где-то 4 или 5 миллилитров вот такой вот крошечный крем. Он, знаете, настолько маленький, что там даже просто крошечными буковками написано, сколько в нем миллилитров и не рассмотришь даже. 28 номер. Ну, пожалуйста, только не крем для рук. Ну, не надо. Нет, в этот раз у нас молочный концентрат миндального молочка. И здесь 20 миллилитров. Так, дальше 29 номер. Ну, все, мы уже на финишной прямой. Ну, это совсем прям чуть-чуть осталось. Маленькое молочное мыло. Мы с вами его уже тоже находили. И здесь просто вот такая вот квадратная квадратика этого мыла. У меня несколько кусочков этого мыла лежат в шкафу. И ждут тоже каких-то там путешествий. Не знаю, каких-то, ну, моментов, когда они вообще пригодятся. Вот такие вот маленькие штучки. И, наконец-то, у нас 30 номер. Ну, давайте по нашей традиции я закрываю глаза, а вы будете смотреть. И мне кажется, что там просто какой-то будет гель для душа. Ну, что-то такое. Ну, вот прям я чувствую уже, да? А, это шампунь. Пять масел. Да что ж такое-то? Ну, как так? Ну, почему здесь шампунь? Ну, как-то они, по-моему, не очень поняли вообще идею этого. Хотя это Локситан. Они-то должны понять. С другой стороны, они, по-моему, не очень понимают. Несмотря на то, что все время делают эти адвенты. А, как-то странно-странно. Здесь должно было быть что-то просто супер-классное и невероятное. Но в результате мы здесь находим просто шампунь. Мне кажется, что здесь должна была быть вот эта вот красивая баночка с розой. И было бы намного лучше. Итак, что у нас получается по деньгам? А по деньгам у нас получается вот, что он стоил 8236 рублей. Ну, там, примерно, да? По курсу. И если пересчитывать с российского сайта по ценам, то выходит, что он стоит 12604 рубля. То есть, выгода у нас получилась 4368 рублей. Очень даже прилично. У нас такой выгоды не было в календарях от Локсектана, которые продавались в России. То ли у нас действительно цены прям сильно выше в России, чем, например, на Ближнем Востоке. То ли у нас как-то календари не такие классные. Но, в принципе, у нас календари, которые продаются во всех остальных странах. То есть, это базовые их такие рождественские календари. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, во-первых, о такой экзотике, которую мы сегодня с вами открывали. А, во-вторых, что вы думаете по поводу самого календаря. Ну, что я могу сказать? Что он все-таки как-то поинтереснее, наверное, чем наши базовые календари. Потому что здесь больше, наверное, разнообразия какой-то было продуктов. Несмотря на то, что снова у нас 6 номеров. 6 номеров из 30 это какие-то дурацкие кремы для рук, для ног в крохотных форматах. Но как-то я сегодня, знаете, более снисходительно к нему настроена. Вот такие вот дела. И следующий наш календарик это будет Нюкс. Итак, календарь от Нюкс. Вот так он выглядит. И этот бренд действительно мне очень нравится. Я его заказывала на сайте Look Fantastic за 4413 рублей. И, кстати, сложилась интересная ситуация, что он почему-то крайне долго ко мне ехал. Ну, видимо, была какая-то, я не знаю, проблема с доставкой. И он в результате приехал ко мне. Но я в это время уже успела заказать точно такой же на другом сайте. И в результате я его подарила подружке. Ну, свою вторую копию. Я надеюсь, что он ей понравился и она вообще прониклась. Надо будет ее спросить, как, в общем, у нее впечатления по поводу этого календаря. Ну, а мы с вами его откроем и посмотрим, что же там внутри. Кстати, вы заметили, что у нас сегодня просто день французских производителей? Что один календарь французский, что другой календарь французский. Так, что тут у нас какие-то наклеечки. Ну-ка, сейчас их перелепим. Все, открываем. Ай, красота! Ай, красота! Но, на самом деле, я не очень люблю вот такие варианты, когда нужно прям, знаете, открывать эти окошки, потому что все руки себе поломаешь, просто все пальцы обдерешь. И у меня в последнее время все время все руки распорты. У меня какие-то постоянно царапины на них. Знаете, каждый день смотрю, новая царапина какая-то появилась, и они же еще все болят сильно. Итак, давайте открывать. Первый номер. Ага, будут у нас некоторые затруднения, потому что здесь все такое пестрое, и номера, понятное дело, не по порядку. Кстати, хотела еще сказать по поводу бренда NUX. У нас достаточно странные на него цены. Во-первых, у нас достаточно маленький ассортимент этого бренда. Обычно он продается в аптеках во всяких. И цены по сравнению с ценами, например, которые европейские, и которые на европейских сайтах, ну, на том же Лук Фантастики, у нас именно в наших аптеках, они какие-то просто заоблачные. Я иногда смотрю, думаю, что вообще за цены. Конечно, надо заказывать с какого-то сайта. Итак, первое, что мы открываем, это, конечно же, масло продежье. Здесь у нас какие-то, в общем, послания на французском языке, что тут надо делать. И не только на французском, на многих европейских языках. И это версия, которая называется цветочная. У меня вот такого еще не было. Ну-ка. Это божественный. Божественный аромат, кстати, не теряется. Аромат оригинального масла продежье. Продежье – это их такое изобретение. Это их собственное такое масло, наверное, запатентованное 10 раз со всех сторон. Которое для волос, там, для тела, для кутикулы. Ну, типа, просто универсальное масло для всего. Оно еще есть в версии с золотыми блестками. Я думаю, что мы сегодня здесь его, скорее всего, найдем. Но у него такой, знаете, сильный аромат цветка Тиаре. То есть, в этом еще есть интерес какой-то этого масла. Ну, и плюс, оно просто отлично увлажняет кожу. Дальше у нас номер второй. И во втором номере будет не продежье, судя по всему, по его размеру, а что-то другое. И здесь мы находим их линейку с медом. И что это такое? Это какой-то гель для снятия макияжа и просто для очищения кожи. Вот такого у меня не было. Ну, так что с удовольствием попробую. Вообще, от этого бренда у меня, на самом деле, не так много всяких вещей было. Но те, которые были, они мне все очень нравились. Так, что у нас следующее? Следующее, это у нас какая-то инстамаска для того, чтобы сделать пилинг кожи и, наверное, как-то ее еще и очистить. Приятный цвет. Оранжевый. Ничем особо не пахнет. Ну, ладно, ничего страшного. Ах, у меня же новая система. Да чтоб тебе. Надо же помнить. Если сама уж ввела систему, все, значит, все будет вот так. Дальше у нас четвертый номер. И что это такое? Это у нас какой-то крем-бустер для того, чтобы корректировать вашу кожу. Наверное, это крем для макияжа. Ну-ка, давайте немножко его выдавим и посмотрим, что же там за крем такой. Ну, это типа праймер, наверное, да, перед макияжем. Что-то вроде того. Ну, да, он такой прям разглаживающий сильно, наверное, силикончик есть внутри. Приятно пахнет так. Не продишьёсом, чем-то другим, но все равно аромат приятный. Дальше номер пятый. Где он? Ой, какой большой. Надеюсь, что там что-то прям классное. И в этом номере мы находим, по-моему, это что-то для тела. И здесь, да, у нас какой-то, в общем, гель очищающий, ультрапитательный для тела и для лица. Вот такой вот симпатичный и большой. Дальше номер шестой. Где он? Где он? Вот он. Ай, смотрите-ка, как интересно! Сегодня у нас окошки, в которых похожие средства стоят рядом. И здесь у нас версия про Дежьёс Рич. Ну-ка. То есть, это более концентрированная версия. Более масляное, наверное, масло в этой бутылочке. Но интересно, кстати, интересно, чем она отличается от оригинальной. Надо будет обязательно попробовать и вообще оценить. Дальше номер седьмой. Здесь явно не вот такая маленькая бутылочка. И это линейка Аквабелла, я уже вижу. Вроде эта линейка у них для кожи молодой и для кожи жирной. Ну, такая, знаете, более легкая линейка, чем их обычные, которые базируются либо там на меде, либо на масле, ну, на каких-то более питательных ингредиентах. И здесь что это такое? Это какой-то гель, который и очищающий, и плюс еще с эффектом пилинга. Дальше у нас номер восьмой. Восьмой номер вот он. А вообще-то система-то работает. Ну, то есть, реально становится как-то немного полегче это все доставать, как вы считаете. И следующее, что мы находим, это какой-то супер увлажняющий крем, которого хватает на сорок восемь часов. И еще у него эффект антиполюшен. Ну, ладно, поверим, что так оно и есть. Так, девятый номер. Ой, вы посмотрите, надо же, для мужчин здесь что-то. Какой-то увлажняющий гель, который на все случаи жизни матирующий. Вообще, как правило, такие увлажняющие средства для мужчин, они все матирующие. Но я думаю, что большинству мужчин это, конечно, нравится. Такой эффект. Дальше у нас десятый номер. Кстати говоря, если вы мужчина, пожалуйста, напишите, нравится ли вам средство именно с матирующим эффектом. И когда вы покупаете себе какие-то кремы для лица, ну и подобные всякие увлажняющие вещи, обращаете ли вы внимание именно на то, чтобы там был матирующий эффект, или для вас это не так принципиально. А дальше мы с вами в десятом номере нашли некий бальзам, который очень сильно увлажняет и питает кожу, и также помогает ей восстановиться. Одиннадцатый номер, где он, где он? Да ладно, это что такое? Это вообще что такое? Ой-ой-ой, ой, как нехорошо, как плохо. Смотрите, вот такой вот пробничек. Просто ужасно. Ну как не стыдно? Просто пробник какого-то там аромата, который называется, по-моему, День, День Возможности. Название хорошее, а пробник меня прям сильно расстроил. Дальше у нас двенадцатый номер. Шампунь для тела и волос после солнца. Но это нам еще не скоро пригодится. Ну ладно, все равно когда-нибудь пригодится. Тринадцатый номер. Лосьон для тела с легким ароматом Продижьез. Четырнадцатый номер. Снова супер увлажняющий крем на 48 часов. Но какая-то немножко другая версия. То есть этот просто увлажняющий, а это, видимо, какой-то супер, просто мега увлажняющий. Номер пятнадцатый. Снова средство для мужчин. И на этот раз у нас здесь гель для душа мужской, который и для волос, я так понимаю, и вообще для всего на свете. Так, шестнадцатый номер. Нет, ну без этого никак. Это, конечно же, крем для рук. Но, знаете, ни один календарь, наверное, без этого не обходится. И следующий номер, семнадцатый. Снова линейка Аквабелла. И на этот раз какая-то там увлажняющая эмульсия, которая матирует и одновременно придает сияние. Представляете, все он просто сразу делает. Восемнадцатый номер. И в восемнадцатом номере какой-то, в общем, крем, который основан на масле. Это крем от старения. Анти-эйдж крем. Дальше номер девятнадцатый. Вот он. Пробник. В этот раз у нас здесь вроде ночь возможностей. Или вечер, наверное. Это вечер возможностей вот в таком вот крошечном формате. Но как-то они вообще не постарались, потому что у них есть вот эта вся туалетная вода и парфюм. И он недорогой. То есть он там стоит каких-то достаточно вменяемых денег. Поэтому мы могли бы как локситан положить. Ну, хотя бы вот такую штучку. Знаете, я не думала, что я когда-нибудь буду локситан вообще в пример приводить. Но в этом ролике такое происходит. Это супер странно. И это был у нас девятнадцатый номер. И следующий номер это двадцатый. Оригинальный продижьез. Но здесь нельзя не понюхать снова. Хотя они все пахнут примерно одинаково. Ароматы косметики. Такой сладкий. Вообще замечательный. Аромат просто потрясающий. Дальше двадцать первый номер. Мицеллярная вода с розой три в одном. А что здесь такого интересного? Почему она мицеллярная три в одном? Что она удаляет макияж, очищает и к тому же еще смягчает кожу. Ну, мне кажется, любая мицеллярная вода, она тогда три в одном как это. Дальше двадцать второй номер. Ах, я же говорила, мы его найдем. И мы его нашли. Это как раз версия с золотыми блестками. Потрясающе красивая версия, если вы едете куда-то в отпуск или просто летом, когда у вас, или, например, сейчас на новогоднюю вечеринку, когда у вас руки открыты, ноги открыты. Это все прям так сверкает. И, знаете, у вас такие масляные ножки, ну, по-хорошему масляные. То есть, выглядят прям красиво. И они еще золотым чем-то таким сверкают. Вообще, просто красота неимоверная. Двадцать третий номер. Здесь что-то нетипичные такой формы. А, это их вот такой бальзам для губ. Кстати, бальзамы для губ у них просто шикарные. И один из моих самых любимых бальзамов, даже где-то здесь он у меня стоит. А вот он, вот он, вот такой вот потрясающий просто бальзам, который я обожаю. И я так понимаю, что это, ну, типа того, но просто в формате стика. Так что я рада. Бальзамов, бальзамов для губ, в отличие от кремов для рук, я считаю, много не бывает. Пусть их будет побольше. Ну, в общем, каждому свое. Кто-то хочет кремы для рук, кто-то хочет бальзамы. И самое последнее, что мы находим, это, знаете, это уже похоже на полноразмерную версию. То есть здесь у нас какой-то гель для душа, который еще и ароматизированный. Ну, как всегда, этим ароматом продижьез. В общем, потрясающий гель, который оставляет на вашей коже сатиновый финиш. Но я думаю, что это не полноразмерная версия. Скорее всего, полноразмерка это 200 миллилитров, а здесь 100 миллилитров. Ну, в общем, в результате, что у нас по деньгам? Адвент, напоминаю, стоил 4413 рублей. И вот это его наполнение у меня, по крайней мере, вышло на 10 165 рублей. Но я думаю, что я здесь немножко все-таки обсчиталась. По какой причине? Что я старалась все-таки найти эти средства на российских сайтах. А как я уже сказала, у нас такие там цены заоблачные. Но я выбирала какие-то, знаю, ну, минимальные. Ну, прям минимальные цены. Потому что на Лук Фантастики, например, есть не вся вот эта линейка от Нюкс. И поэтому было сложно именно понять, сколько они должны стоить в рублях. Поэтому здесь все достаточно приблизительно. Ну, в общем, 10 165 рублей. И по такой логике выгода составляет 5 752 рубля. Ну, в принципе, можно сказать, что в два раза его наполнение дороже, чем был сам календарь. Этот календарь мне понравился. Но, наверное, знаете, больше потому, что я просто люблю этот бренд. И поэтому мне кажется, что, ну, там каждое средство какое-то более интересное. И, наверное, в этом и есть смысл. Если вам нравится конкретно какой-то бренд, естественно, вы будете намного больше рады календарю от этого бренда. И, кстати говоря, интересный еще момент, что вот эти вот все продежьесы, их которых здесь целых, кстати, 4 штуки, а в каждой штуке по сколько здесь? Сколько здесь миллилитров? По 10 миллилитров это еще и может использоваться как парфюм. То есть здесь аромат этот, ну, он прям такой сильно интенсивный, который будет на вас крайне долго держаться. То есть целый день он, например, на вас может продержаться. Вот такие вот дела. Напишите, пожалуйста, как вам понравился этот адвент-календарь и предыдущий календарь Локситан, Рамадан. И какой вам понравился даже вообще, ну, прям я, знаете, до сих пор сама в шоке от себя. Желась такая интересная, просто потрясающая вещь случилась на канале. Такой интересный календарь мы с вами нашли. В общем, какие у вас впечатления? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я вам сегодня желаю быть замечательными, дикими и храбрыми тигрицами, чтобы, знаете, побеждать всех своих врагов, если они у вас есть. А если у вас их нет, так это еще лучше. Будьте ласковыми и мурчащими маленькими кошечками со своими близкими и любимыми. Спасибо вам большое и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!